Награды за сильные удары привезли в Ивановскую область молодые боксеры. В Анапе завершился всероссийский турнир, посвященный памяти героя России Виктора Мелькова. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из 13 субъектов страны, а также сборные десантных соединений и частей. Серебряную и бронзовую награды получили наши земляки, воспитанники 7-й спортшколы Олимпийского резерва. Егор занимается боксом уже 7 лет. Сейчас он студент ИГХТУ. Времени на тренировки все меньше. Но молодой человек старается боксу отдавать каждую свободную минуту. Перед ним важная цель – стать мастером спорта. Турнир был, как я уже сказал, класса, мастерский. Я выступал из самой категории до 69 кг. Весь у меня было 19 человек. Попал я на 5 боев. Провел 4 боя, в 4-м проиграл. Результатом, конечно, не очень доволен. Но это был мой первый турнир такого уровня. Так что буду работать над ошибками. Егор уверен – бокс – спорт для настоящих мужчин. Он развивает реакцию, тренирует выносливость. Приуспеть могут только самые сильные и дисциплинированные. С этим полностью согласен еще один боксер – Хачик Саградян. Его успех на состязаниях в Анапе – серебро. Как настоящий спортсмен, молодой человек результатом недоволен. Тренироваться теперь продолжит усиленнее. Сложное в том, что в боксе всего три удара. И все, кто этим видом спорта занимаются, изучают всего три удара. Нет ни борьбы, ни ног. Задача – совершенствовать эти удары так, чтобы ты был лучше. Год от года бокс набирает популярность у молодежи. В одной только секции седьмой спортшколы занимается около сотни ребят. Конечно, профессиональными спортсменами станут не все. Но точно каждый будет здоровым, смелым и дисциплинированным, уверен тренер Денис Акулов. Если, конечно, не будет пропускать тренировки. Сейчас в Южу будет турнир по маленьким. Потом в Иванове будет турнир Бушуева. Тоже по маленьким. А потом будет Кубок четырех, где приезжают Финны, Финляндия, Эстония, Белоруссия, Латвия. Везут первых номеров и очень сильный турнир. Он уже проходит два или три года. В этом году опять он будет. Будем надеяться на лучшее. Интерес к спорту с возрастом, как правило, угасает. Поэтому тренеры особенно ценят тех, кто занимается и после совершеннолетия. Егор и Хачик на хорошем счету. Оправдать доверие наставника им предстоит на следующих крупных соревнованиях. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.